Итак, книга Вайкра. Начинается она как словами возвал Маше. В одном из слов там вначале маленькая буква Чкалев, не такая, как обычно. Это мы из десятки толкнований, и мы расскажем друг еще одну. Чтобы нам вообще понять, надо обратить внимание, буква нормального, если бы был образмер и не было уменьшенная, создалось бы какое слово? Вайкар. Вайкар это толкнулся, столкнулся, я знаю как. В отличие от слова Вайкра, которое я на кто-то позвал, это связь с Богом. Вайкар, Вайкра это Бог, Вайкар это случайность, просто встреча, простое событие. Итак, есть два варианта. Первое, все случайно. Второе, все от Бога, от Создателя. И в принципе, это единственный вопрос, который человек для того, чтобы правильно двигаться в жизни, должен ответить. Он должен решить для себя, но решить окончательно. Также и каббалисты говорят, что если тот, кто верит в божественное правительство, оно его ведет по земле. Если же он считает, что история это обыкновенная случайность, то случайность и будет им руководить. Но случайность, сказали мудрецы, не будет снисходительна ни к маленькому беззащитному человеку, ни к маленькому беззащитному народу. Вообще, есть такие два слова на иврите. Микра, это история, которую создал Бог, все от Бога. И мекрех, такое вот это, история, которая случайна. Разница одинаковая, все, все, только буква, опять алиф. Алиф, которая, буква, с которой мы понимаем, что буква алиф, начинается алфавит с ней, эта буква обозначает Бога. Алиф, почти беззвучная буква. Ее проявление в Торе, в главе у экрана, незаметно. А почему все это так? Нам как бы говорят, что ты не должен ожидать того, что присутствие Бога будет всегда таким же четким и понятным, как при выходе из Египта, как на горе Синай. Это не так, это не Бог не будет каждые пять минут это все демонстрировать. В большинстве случаев все зависит от индивидуальных настроек человека, от чувствительности его духовных приборов. Для тех, кто ищет Бога, он будет видимым. Для тех, кто хочет слышать, он будет слышен. Расскажу короткую историю. Есть такой, был такой доктор Марк, крупный специалист в определенной области онкологии. Однажды он ехал на важную конференцию, где его должны были наградить за его многолетние заслуги. Он очень волновался. Но самолет совершил аварийную посадку. Он понял, что не успевает, взял машину в аренду, два часа потлял, началась гроза. Вообще понял, что все, ничего. Увидел какой-то домик, постучал. Дверь открыла интересная женщина. Он объяснил свою ситуацию, попросил телефона. Говорит, у меня нет телефона, но вы можете зайти, переждать погоду. Он зашел голодный, мокрый. Она ему бусинка дала, чай, поесть. И женщина коляска стоит. И женщина, ты можешь присоединиться к моей молитве. Ну, атеист доктор Марк, он улыбнулся, сказал, что верит только в трудолюбие. И сидя за столом, он наблюдал за женщиной, и видит, что она нуждается в помощи. Спасил, что вы хотите, мы молитесь все время Богу. Неужели думаете, что Бог когда-нибудь услышит вашу молитву? Женщина, так грустно, сказала, вот ребенок в кровати, это мой единственный сын, который страдает редким типом англологических заболеваний. И есть только один врач в мире, который может ему помочь. Его зовут Марк, он лечит эти заболевания. Но у меня нет денег, чтобы его вызвать. Кроме того, он живет в другом городе. И Бог до сих пор пока не ответил на мою молитву. Но я знаю, что Он поможет, и мою веру никто не сломит. И вот этот ошарашенный, потерявший дар речи доктор Марк просто прошептал, Бог велик. Он вспомнил все, что с ним произошло, случайность, самолет, проливную дочь. И увидел, что Бог не просто ответил на ее молитву. Он дал ей чудо, а ему шанс выйти из материального мира и помочь несчастным людям, которые были. У них не было ничего, кроме молитвы. Но вот эта молитва и дала им все. Поэтому, если вы предпочитаете не искать, если вы предпочитаете в своей жизни не слышать, то вайкра превратится в вайкар. И призывы с неба вы не услышите, и история будет казаться случайностью, не дай бог, конечно. В такой идее все предельно логично. Как говорит сам Бог, если вы верите, что история – это случайность, то такой она для вас и станет. Но пока, вот, как вся жизнь не случайность, так же не просто так первым словом. Одно из главных книг Торы является слово вайкра. Верить в то, что все, что с нами происходит, это есть призыв и наставление Бога. Бог разговаривает с нами событиями нашей жизни. Случайностей в этом мире нет. Вот это урок, действительно главный урок этого недельной главы. Брахава и Ацлаха. Продолжение следует...